Добрый вечер всем! У нас сегодня 14 октября 2024 года. У нас на часах 8.30. Сегодня и рано совсем. Ну, в общем, вчера я видео не делала разговорное, потому как мы вчера ездили. Вчера было воскресенье. Понятное дело, надо было съездить куда-то отдохнуть. Солнышко тем более такое весеннее. Что-то мне на весну потянуло осеннее, такое теплое, ласковое, как вы даже многие написали, что такое, ну, как бы природа так веселая, так скажем, такая солнечная. И да, действительно, вчера было так хорошо. Мы поехали на пикничок такой небольшой устроили. Я вам делала маленькое видео, минуточки на две всего, потому что, собственно говоря, ну, я в основном занималась там, ну, мы Женюком прогулочку небольшую сделали по возможности, сколько он смог, столько прошел. Вот, совсем немножечко. Короче говоря, наслаждались, просто вот сидели, наслаждались тишиной, слушали птение птичек. Ну, в общем, просто приятно проведели время. Вот, поэтому вчера я как-то особое разговорное видео не делала. У меня, знаете, все мысли о здоровье Женюка, понятное дело, все это вот где-то вертится. О его, так скажем, вот этих вот делах, всех болезнях, хотела сказать, простудах, болезнях. Он не простыл, у него, видимо, заболевание сердца. Ну, сейчас я вам немножечко все расскажу, потому что, в принципе, у меня вот как я уже тут завела эту тему о здоровье, как мы в ней вот вертимся, крутимся, так она у меня, наверное, пока и будет эта тема идти, потому что пока не найдем какое-то решение. Ну, немного о погоде нашей скажу. Погода у нас действительно очень хорошая, замечательная такая. Хотя завтра, видимо, будут дожди. Даже вот луна такая дождливая. Ну, у меня Женюк, он, как вы знаете, он охотник. Он даже по тому, какая луна и как ее облака окутывают, ну, ведь вечером он уже видит, будут ли дожди. И да, действительно, на следующей неделе, ну, на следующей неделе, с этой недели, вот завтрашнего дня, будут потихонечку начинаться дожди. Будет дождить опять. Ну, вчера было 20, где-то 1-22, сегодня тоже 22, 23 градуса, завтра аж 24. Вот. Погода не холодная. Но, как я вам все время рассказываю, говорю, немножечко она такая, ну, все равно, хотя дождей не было, но она все равно не сухая, не сухая дома, а немножко влажноватая. И я вот опять подтапливаю к вечеру наш дом. Он говорит, что-то прохладненько, до костей промерзаем, давай, говорит, немножко подтопим. Вот, сзади меня печка выглядит. Ну, и даже я, знаете, сзади меня поставила свечку. Зажгла такую, вот видите, может, вы ее видите, вон она там у картины. Уютная свечечка. Вот так, да, вот она. Горит у меня. Она потихонечку, ну, и очищает, как говорится, мой дом от всякого негатива. Ну, и от тех людей, которые тоже лезут ко мне на канал с негативными мыслями. Кстати, блокирую беспощадно. Все. Я дошла, знаете, до такого уже состояния, что просто, ну, как бы выработала, видимо, иммунитет. Как только увидела то, что мне не нравится, блокирую и человека, и комментарии. Все. Больше мне тут не надо, как говорится, портить нервы не мне. Ну, и не другим, скажем так. Ну, это так, предупреждение небольшое для тех, кто любит пописать, подчеркать. Прямо утром, знаете, стою, стою, смотрю, а, оп, удалила, заблокировала. Это вот об этом. Дальше, что же вам еще рассказать такое у нас, о нашем, так скажем, жизни. Вот. Ну, у нас было много планов на понедельник, потому что у меня уже люка все-таки, ну, никак состояние особо не стабилизируется. Ну, просто единственное, появился сейчас аппетит. Он вроде у меня есть начал. Но, тем не менее, ходить он и подниматься на второй этаж ему очень-очень сложно. Вот он, знаете, от таких простых действий, как вот зубы почистить, допустим, электрической щеткой или побриться, он устает. И вот, и все-таки ночью у него очень-очень неровное дыхание. Абсолютно. Я вообще считаю, даже вот как у него скачет дыхание, похожая аритмия страшная. И вот все-таки все равно у него вот это вот в легких находится какая-то жидкость. Хотя он пьет и таблетки, и прочее специальные. То есть меня спрашивали, да, он принимает специальные таблетки от этой вот жидкости, чтобы она удалялась из организма. Дальше он у меня и пьет кроворазжижающий кардежик. Он уже много лет этим, как говорится, пьет, потому что сердце у него было давно уже слабое. Короче говоря, таблетки-то, конечно, пьем. Ну, а сегодня у нас была большая-большая с ним, так скажем, надежда, потому что нас позвал, ну, его пригласил рано утром прийти в кабинет наш доктор-женералист, общий доктор. Ну, и вроде как мы думали, что вот повезло, сейчас нам найдут кардиолога, и все будет нормально. Или, может быть, я уже как бы, знаете, я приготовилась к тому, что его отправят в госпиталь. Потому что, ну, на всяком случае, два доктора. Это доктор общий и доктор, который консультировал по, как это, телеконсультация происходила. Это доктор-пульмонолог, короче говоря, потому что раз в легких жидкость скапливается, значит, пульмонолог должен был. Ну, и вот два доктора, они все-таки, видимо, решили о том, что у него, возможно, по вот этому сканеру, по снимкам. Сканер, это, знаете, у меня спрашивают, что такое сканер. Ну, во Франции он называется сканер, вот он так называется. Сканер, это когда, я не знаю, как по-русски, уже сейчас не помню, когда вот, знаете, частями смотрят наш организм. То есть просвечивают, в разрезе, короче говоря, не знаю, как называется по-русски. Вот, здесь я-то как вот называю, как они называют, я также как бы копирую их. Ну, даже на самом вот этом вот конверте так написано. Ну, короче говоря, сканер был с контрастным веществом. И по вот этому сканеру, по этому вот, вот этим результатам, потому что написал доктор-радиолог, радио, ну, радиолог, это доктор, который расшифровывает вот эти вот, вот этот сканер. Короче, я по заключению выдано то, что все-таки у него вся вот эта жидкость от сердечной недостаточности, они ему, они говорят, мы, конечно, не кардиолог, пневмонолог говорит, я не кардиолог, значит, наш генералист тоже говорит, я не кардиолог, но по всей вероятности, по всем признакам это сердечная недостаточность. И он перенес, все-таки они считают, что это уже точно инфаркт, представляете, вот тихий, как они его называют, инфаркт. В общем, короче говоря, казалось бы, да, что вот если он такую серьезную, уже как бы доктора говорит. И, кстати сказать, и доктор тоже, как мы поняли, он, конечно, не обвиняет, но когда давал нам заключение, он указал большими, большими буквами доктора-кардиолога, бывшего, который Жанюк назначил эти злосчастные таблетки. И он там большими буквами его указал, что вот этот доктор, как бы, ну, в общем, делал назначение, представляете, вот, так интересно, по-видимому, без нас они что-то о нем и говорили. Я потом снова подняла вот эти все его записи этого доктора, который нам назначил, который ему назначил эти таблетки. Там, знаете, так все пространно написано, написано, что вот когда ему назначены были эти таблетки, через три недели должна была быть у него, как, в общем, короче, за ним нужно было какое-то, ну, написано, что следить за его состоянием сердца. Но самое смешное, не написано, кто должен за этим следить. Ну, там написано было измерять давление, то есть в течение трех месяцев, и после трех месяцев, после принятия этих таблеток, смотреть за состоянием сердца. Получается, ну, ладно, давление, говорю, мы с тобой можем измерить. А, допустим, за состоянием сердца не я не могу следить, то есть как я могу следить, я только вижу, что вижу. Он точно так же там, ну, чувствует что-то или не чувствует. Доктор, когда мы пошли к доктору-женералисту, ему это сказали, он говорит, а я не кардиолог, я, говорит, вообще не знаю, чего я там буду следить за вашим сердцем. То есть я не понимаю в этом, он сам сказал, я, говорит, не кардиолог. И получается, никто не знает, кто следить, а кто должен, там не указано. Вот, и когда он, я же уже рассказывала, он позвонил этому своему доктору туда взять встречу, потому что ничего не понятно, и вообще ему сказали, что только в марте в следующей встрече. То есть какая-то вообще ерунда получается. Что-то понаписали, а кто должен следить, так никто и не понял. Ну, короче говоря, вот что тут у нас творится. Вы знаете, я живу вот сейчас в таком состоянии, как бы, как бы вам это сказать, мне все время кажется, что я в нереальном мире в каком-то живу. Я думаю, я вот проснусь, и, наконец, это будет тот мир, в котором я привыкла жить, потому что сама я вот 10 лет назад попала тоже в госпиталь, и меня очень хорошо там приняли, и меня очень хорошо вылечили, никаких проблем не было, все было замечательно. У меня никаких нареканий к этому не было. То есть 10 лет назад, когда у меня какие-то проблемы возникали серьезные, тут же, знаете, все делалось, все, значит, работало, все было здорово и классно. Тут же, вы знаете, я вот смотрю в каком-то нереальном мире, понимаете, как будто бы вот я вот ему говорю, слушай, мне такое чувство, что мы с тобой попали в параллельный мир, что вот что-то такое, что мы, как, знаете, в стенку вот какую-то. Вот, я каждый раз, я вот не сплю ночью, я слушаю его дыхание, вот это, знаете, какое-то, встаю в 5 часов, потому что мне не спится, он не спит, я вместе с ним, потому как он, так как он лежит, у него легкие заполняются вот этой жидкостью, и он не может дышать, у него вообще там, знаете, булькает все, в общем, страшное дело, очень страшное, честно вам скажу, очень неприятно и страшно, а вот эти вот звуки булькающие в грудной клетке при дыхании, он не может лежать, он встает, значит, ноги опускает, опускает голову, чтобы у него это все проходило, вот все по телу. Короче говоря, это ужас ужасный, это, знаете, врагу, как говорится, не пожалеешь, не пожелаешь. Так вот, о чем это я вам рассказываю, и вот я уже сегодня была, знаете, 100% уверена, что он придет к доктору, наконец-то ему дадут направление, его отправят в госпиталь, ну, для меня это, я не знаю, для меня это нормально, когда у человека уже практически доктор ставит ему диагноз, что вы, наверное, перенесли инфаркт, ну, мне кажется, тут уже надо лечить как-то, что-то делать и лечить, то есть это страшно, это очень страшно, сколько сердца у него там, какая часть сердца поражена, что случилось, ну, вот мне так кажется, вот. Но, тем не менее, доктор, он пришел к доктору утром, доктор ему дал вот эти все выписки направления, кардиологу ему дал, что надо вроде как кардиолога искать, и говорит ему, у меня, говорит, нет знакомых кардиологов, ищите, говорит, он говорит, так я дошел два кардиолога, вернее, я ему нашла два кардиолога, один, значит, кардиолог принимает нас в мае, 2025 мая, да, 2025 года встречу мы взяли, а второй кардиолог, еще один я нашла, он принимает, значит, у нас в январе 2025 года, вот, я на всякий случай два сделала, записала, он дал, значит, этих кардиологов секретариат туда, к секретарю, секретарю вот этого доктора, и уже она, потому что сейчас, как я вам объясняла, нельзя вот, что позвонил, сказал, у меня срочно, допустим, нужно мне встреча, вам ее дали, никто вам не даст, они всегда говорят так, пускай звонит доктор или секретарь доктора, и тогда мы будем договариваться, есть специальный сайт, где доктора пишут, спрашивают, короче говоря, тогда он уходил от кардиолога, говорит, что же мне теперь, вернее, от генералиста, и говорит ему, что же мне теперь делать, он, кстати, один ходил, без меня сегодня я, утром рада уже, уже не могла пойти с ним, я думаю, буду домом, там приведу себя в порядок и прочее. Так вот, этот доктор-женералист ему сказал, он говорит, я сделал все, что возможно, все, что от меня зависит, я больше, говорит, вам сделать и помочь, ничем не могу, вы представляете, что сказал доктор, я, говорит, больше не знаю, что делать, но он пошел к секретарю, она говорит, хорошо, я буду сейчас на этот сайт вот писать, кто откликнется, говорит, кто первый откликнется, к тому я вас и отправлю. Ладно, я ей, значит, еще раз уже по интернету домой он пришел, Жан-Люк весь такой расстроенный, я по интернету ей написала о том, что туда, что вот, ну, есть вот у нас в одном ближайшем городе вот доктор, мы хотим к ней попасть, она набирает вроде пациентов, может быть, она ускорит как-то нам встречу. На что мне, кстати, эта женщина, этот доктор-кардиолог, она не француженка, у нее ни фамилия, ни имя не французская, не буду говорить, из какой страны, просто не француженка. Но доктор, она работает здесь, кардиолог, нам, вы знаете, уже, как говорится, без разницы, кому, лишь бы нас кому-то взяли, вот, чтобы нас проверили на специальных аппаратах, то есть его проверили, посмотрели, все, уже без разницы. На что мне, вот у меня даже осталась в компьютере эта записочка, значит, от секретаря, ну, она говорит, давайте лучше поищем кого-нибудь в госпитале, а уже потом, в крайнем случае, я бы не советовала вам к ней обращаться. Ну, вот, представляете, вот так вот, то есть, вроде умри, но ищи француза, ну, немножко, как бы, на мой взгляд, не очень корректно. Вот, ну, короче говоря, искала она, искала во всех клиниках, тут ближайших искала, в больших городах искала, ни один доктор не откликнулся, вы представляете, ни один. И в результате она позвонила все-таки этой доктору, этому доктору, не француженке, у которой доктор, и нас, она назначили нам, то есть, ускорили, если раньше у нас где-то было в мае, то теперь нам дали на январь, на конец января она дала. Вот, но мы, я заставила Жан-Люка снова позвонить в город Нант, это уже большой город, ближайший, и вы просили мы там встречу на декабрь, на 16 декабря в Нанте, представляете, в большом городе, вот, там нашли, уже ближе еще. Но ведь надо еще дожить до этого 16 декабря, вот, в чем проблема с такими-то диагнозами. Короче говоря, вы знаете, какой-то замкнутый круг, потом я уже тут совсем, знаете, как-то, у меня уже руки опустились, я уже не знаю, что делать, я взяла наш справочник местный, тут местного города Льюсон, кстати сказать, у нас в нашем регионе, здесь в Андее три Уржанс, это три, ну, скорой помощи, скажем так, вот, и причем одна из этих, это, значит, Ларош-Сюрьон город, это Монтагю, и это город наш Льюсон, вот только три. Я все это посмотрела, все это открыла, в интернете все набрала, и, короче говоря, надо же, мы живем здесь, где вот есть этот Уржанс, я ему говорю, слушай, хочешь, как ты хочешь, звони в этот вот Уржанс, в эту скорую помощь, здесь, у нас, ну, короче говоря, набрал он туда, долго, сначала одному, потом другому, третьему его, знаете, как передавали из рук в руки, а время было уже пять часов, потому что мы целый день сегодня искали, вот только искали, искали, звонили туда, 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 в общем, везде звонили, и что бы вы думали, нам сказали позвонить завтра утром, потому что уже сегодня докторов нету, Уржанс, он работает от этого, как говорится, ну, если что-то случится, там людей возят, все это делается, но спросили его симптомы, спросили все у него, вы спросили, и сказали, что, ну, в любом случае, даже вы сейчас придете вот в клинику, так скажем, вы просто будете там, ну, спать, и все, то есть до утра все равно вам никто ничего не сделать не будет, вот, ну, вроде как вы еще, ну, двигаетесь, короче говоря, вы еще не умираете, ой, муха какая-то летает, и вот такие вот дела, с утра сказали, позвоните, ну, опять же, там говорит, ну, я так понимаю, где-то будет секретариат вот этот кардиологии, и вы, говорит, ну, попробуйте объяснить точно так же, как вы нам объяснили, то есть пожалуйтесь, и, возможно, возможно, вас и примут. Я, честно говоря, даже не знаю, я говорю, ну, слушай, если уж не примут, придем и будем там сидеть. У него, знаете, какие были глаза, ну, я говорю, а раньше, как вот ты лечился, ты же часто болел, у тебя часто, кто, говорю, тебе все это искал, кто тебя вот это вот в госпитале клал, ну, как же, говорю, вот это что, он говорит, ну, раньше проще было, ты позвонил там, к тебе приехали, пришли, забрали, там увезли, а сейчас, говорит, я ничего понять не могу, если, говорит, у меня инфаркт был, он даже сам не понял, понимаете, не понимает, что с ним происходит. Я уже ему нашла вот что, что такое тихий инфаркт, он говорит, что это такое, я ему нашла, я ему показала, все вот эти симптомы, они все совпадают с тем, что у него есть, и спать не может, и жидкость в легких, и, в общем, короче говоря, от любой физической нагрузки получается вот эта вот одышка, короче говоря, все в одной куче, я говорю, слушаю, у тебя точно вот это и было, и, значит, аппетита не было, низкое давление, короче говоря, все, вот, и когда мы объясняем вот это вот докторам, они говорят, ну, вот кардиологам, они говорят, нет места, места нету, то есть надо очень сильно заболеть, то есть нужно уже, или, как говорится, что-то случилось, или что, чтобы тебя взяли к доктору. Ну, вот, хотите, верьте, как говорится, хотите, нет. Я вот так смотрю, и даже, знаете, страшно становится, думаю, боже мой, так заболеешь, и, в общем-то, ну, как говорится, коньки отбросишь, как у нас это говорят, вот, не знаю, не знаю, что-то у нас с медициной вообще не очень-то хорошо, абсолютно нехорошо, вот. И будет, видимо, еще хуже, потому что я уже вам рассказывала, говорила, потому как, ну, многие об этом говорят, и это не секрет, сейчас такие же деньги можно заработать, не обязательно быть медиком, можно проще, меньше учиться, а деньги будут примерно такие же, как работая доктором-то, знаете, столько учишься, 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 и потом, вот, знаете, такая неблагодарная профессия, как вот наш доктор-женералист, три кабинета, и между тремя кабинетами разрывается. Вообще я не видела здесь, ну, давно уже не видела, чтобы вот доктора, во всяком случае, ну, как наш терапевт, чтобы вот сидел в кабинетике, чистенький такой, знаете, весь хорошенький. В основном они бегают, у них клиентов очень и очень много. Ну, видимо, в нашем регионе вот это так работает. Ну, хотя у меня звонила сегодня моя кузина, которая проживает в Ницце, вот, я говорю, что, как у вас дела обстоят с докторами, рассказала ей ситуацию. Она говорит, может, немножко получше, но, говорит, тоже была у нее такая проблема со здоровьем, она, ну, совсем недавно что-то ей стало плохо, и она упала в обморок. Ну, обморок у нее был, обморочное состояние. Она говорит, пошла, естественно, к доктору, все, ей назначили в скором, как говорится, ну, как можно быстрее пройти к кардиологу, ну, потому что, может, сердечко что-то пошаливает. Она говорит, я пошла к кардиологу, записалась на прием, мне сказали, приходите только через месяц. Ну, то есть, нашла запись. Я говорю, так у меня вроде срочно, у меня вот написано, нету места, места нету. Ницца тоже город немаленький. И она говорит, ну, а что делать? Ждала месяц, пошла к кардиологу месяц, а у меня уж все прошло, что там уж ничего не было видно. То есть, вот такие вот дела, видите, не только здесь так все плохо. Вот, ну, на мой взгляд, что-то, знаете, как-то не совсем весело. У меня, так, честно говоря, депрессия, конечно, у меня бывает редко, но я свою депрессию тем, знаете, чем занимаю? Я занимаюсь вот таким вот своим вышивками, рисунками, потому что иначе действительно тут можно сойти с ума. Когда думаешь, размышляешь, что делать, куда бежать. Вот. Ну, вообще-то, если совсем по-честному, вот совсем по-честному. Я вот и сейчас только что Жанлюку сказала. Ты знаешь, Жанлюк, говорю, у меня такое чувство, что мы с тобой одни. Абсолютно одни. Знаете, никто не беспокоится. Я имею в виду не его дети. Абсолютно. Абсолютно никакого. Знают, что он болеет, знают, что у него такие вот проблемы. Абсолютно. Знаете, никакого беспокойства. Один, ну, звонит ему частенько. Второй вообще. Только, знаете, редкий раз так два-три слова скажет, и все, куда-то испаряет. Только о себе поговорит. А вот. А вот один звонит, но десять минут слушает, как он ему, значит, рассказывает, жалуется на свое здоровье, а потом он там молчит, ничего не говорит, а потом резко так, знаете, переходит об охотничьих делах, короче говоря. Вот все рассказывают, рассказы, и сейчас могут разговаривать только об охотничьих делах. То есть получается, что мы одни абсолютно. Вот я, да, Жанлюк, то есть я переживаю, наверное, даже больше, чем он сам. Потому что он, похоже, даже не понимает, что с ним произошло, и почему это он вдруг вот не может ходить. В общем, короче говоря, знаете, страшное дело. А вот. Ну, ладно. Рассказала вам опять сегодня о наших, так скажем, проблемах. Ну, будем надеяться, что завтра как-то все решится, все это встанет на свои места. Нам нужно лекарство, нам нужно какое-то нормальное лечение. Поэтому вот я беспокоюсь об этом, что нет лечения. И потом я посмотрела. Вы знаете, я уже в интернет залезла, уже в интернете читаю, что, как лечить. Чем быстрее начинаешь лечение сердечных болезней, тем лучше они поддаются этому лечению. За старое, так скажем, застарелое, запущенное состояние приводит к смерти. Вот. Ну, и разговаривала с моими детьми, они говорят то же самое, что надо лечить, надо что-то делать, надо, нельзя так оставлять. Вот. Ну, ни сын, ни моя дочь, они не кардиологи. Они кардиологии не относятся. Все дочка у меня. Пульмонолог, это совсем другой, русский пульмонолог имеется в виду, совершенно другой доктор. То есть по пульмонологии, по пульмонологии, как это по-русски сказать, как пульмонолог, она может еще что-то знает. А как сердце, она говорит, совершенно другая область, вот совершенно другой, это нужен специалист, это серьезно, это очень говорит серьезные вещи. Поэтому, не знаю, вот. Может показаться это все странным, конечно, но это вот реальность у нас такая. Наверняка, вы видели у него, вчера я одела небольшое видео, так знаете, вот скользь его поснимала, потому что он сидел у меня, ел у него аппетит, сейчас появился, слава Богу. Постучу по дереву, и не знаю, заметили вы или не заметили, у него прям черные круги под глазами, потому что он не высыпается, его это вот мучает вот эта вот одышка ночная. В общем, короче говоря, страшные дела творятся. Ну ладно, всех вас люблю, целую и обнимаю, не буду вас пугать, просто рассказала вам то, что у нас происходит. Всего вам доброго и хорошего, здоровья вам всем, потому что, знаете, лучше не болеть. Потому что даже в других странах, ну, допустим, в тех, в которых я жила, в той, в которой, вернее, я жила, я считаю, там, конечно, ну, может быть, обстоят получше с докторами дела, но тоже нужно иметь, чтобы хороших докторов, чтобы хорошее лечение, насколько я это знаю, нужно иметь хороший кошелек. Вот, тогда можно быстро все пройти, все сделать, и, в общем-то, все будет, как говорится, неплохо. Вот, поэтому в каждой стране свои какие-то нюансы и трудности. Не знаю, как в других, я только говорю за Францию и за Россию. Вот, а в других странах не знаю. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Пока-пока, я очень надеюсь, что завтра какой-то результат будет, я вам расскажу. Продолжение следует...